Нашему Господу, который простил нас, Отцу, простившему нас в Иисусе Христе, скажем слава. Слава Ему. Вы знаете, действительно тема, хотя и много уже было сказано, но она обширная. Вот если мы посмотрим на прощение с разных-разных сторон, сегодня уже подводя итоги, так сказать, говорилось и о прощении Божьем, и о прощении нашим, и о том, как мы должны прощать, и как других должны прощать, и даже как себя должны прощать. Это действительно я верю в то, что некоторым нужно задуматься, в чем, может быть, это осуждение самого себя проявляется, и человек не может себя простить, что не выучился вовремя, или что не уследил за ребенком, который умер, или еще что-то. И это действительно важная, очень важная тема, настолько важная, друзья, что бывает так вот проповедуешь, и знаешь, что, ну, что-то знаешь, или пережил. Но насчет прощения я вам скажу, я по милости Божией, меня многие прощали. Мне кажется, меня всю жизнь прощают, и прощали, и родители прощали, и люди прощали. Мне как-то не доводилось вот так вот стоять на грани такой, где нужно, ну, от души простить, а я не могу. Как-то мне было легко. И вот я сидел на первой проповеди, слушал, и когда брат Александр проповедовал, и прямо на первой проповеди Бог начал мне напоминать о человеке, которого я думал, что я простил, а оказывается, я не простил. И он даже не здесь живет, не в таком. И тем не менее, я начинаю понимать, что эта тема, она важная. Мы должны действительно еще раз пересмотреть. Может быть, мы даже и не думаем, что это мы не прощаем. Но когда мы вдумаемся, почему нам на память приходит этот человек или эта ситуация, то действительно нам необходимо вырвать этот корень обиды и, простите, открыть эти двери темницы. Хорошо было действительно написано или сказано в утреннем бюллетне о том, что это прощение, конечно, стоит чего-то. Не бывает такое, чтобы оно было так легко. Если бы было так легко прощать, говорят, ну, там вот прощай и все, как будто это так легко. Это же не легко. И даже здесь в собрании, я верю, сидят люди, гиганты в таком вопросе, как прощение, которые простили очень много, которые простили, может быть, я не знаю, смерть детей или какие-то большие долги или еще что-то. И я только учусь, я бы думал даже, может быть, хорошо было бы такие иногда служения сделать, чтобы люди свидетельствовали действительно о том, как было трудно, но с силой Божьей, с помощью Божьей простили. Слава за это Господу. И, тем не менее, хочу прочитать из Писания, потому что Писание учит нас однозначно, с каким бы мы ни были опытом, экспириенсом. Писание учит, чтобы мы, даже в молитве «Отче наш» сегодня было сказано, детки молятся, маленькие мы учим, три годика, четыре годика они говорят и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Еще не понимают, им действительно, может быть, еще не приходилось так там прощать особо. Но молятся, и это правильно. Иногда не то, что не грех, а полезно этой молитвой несколько раз в день молиться, потому что именно вот эта фраза, она настолько практичная, настолько практичная. Сегодня об этом говорилось. Я еще раз прочитаю Луки, 17 главу, если можно высветить на экране. 17 глава, с первого стиха, сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели, чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы, Господу, умножь в нас веру. Видите, я верю в то, что мы не научимся по-настоящему ценить прощение, если сами не будем прощать. В этом случае, хотя иногда опасно подводить такую общую черту и сказать, вот это правило и всегда работает. Но поскольку мы видим в Писании, сколько Бог простил нам, как сегодня пелось в песне, как это сравнение солнца, да, из какой-то лампочки, которая здесь светит, или какой-то, знаете, туманный отблеск нашего прощения, да. Бог, конечно, очень нам много простил, но, чтобы оценить его прощение, Он допускает ситуации специально, чтобы мы научились прощать других людей. Вспомните ту притчу, о которой уже сегодня говорилось. Прощает царь десять тысяч талантов. И этот человек прощенный, я верю, что он был довольный, в самом лучшем настроении, выходит на улицу и, надо же, попадает в ситуацию, где ему нужно прощать. И ситуация такая, что сам он, как говорится, гол как сокол. Хотя ему и все простили, но, видимо, у него своего ничего не было. Может быть, только жена и дети, которых в рабстве он собирался продать. И он идет, и вдруг у него это решение. Вдруг у него ситуация, где ему надо простить. Я замечал в жизни, что когда каешься в каких-то преступлениях, в каких-то грехах, или в каком-то, какое-то исповедание, или осознание греховности, молитва искренняя, и, знаете, такое вот осознание, что Дух Святой сейчас работает в сердце, кровь Иисуса Христа очищает. И такая легкость, вот, или в тот же день, или на следующий день будет обязательно ситуация, где против тебя кто-то согрешит. Может быть, это обычно даже близкие, потому что врагам иногда даже легче прощать. А это обычно брат твой, который согрешает против тебя, да? Брата согрешает. И вот нужно его простить. И вот когда по-настоящему мы начинаем проходить через этот процесс прощения, мы тем самым ценим Божьим прощением в нашей жизни. Итак, если мы посмотрим в это место, где Иисус учит о прощении, Он начинает свой рассказ. А тут все в контексте нужно смотреть. Иисус начинает о том, что невозможно, чтобы в мир не пришли соблазны. И будут эти ситуации, где люди будут что-то делать, что ведет к греху. А грех – это всегда боль, это всегда какие-то проблемы. И будет так же в том числе и то, что будут обижать друг друга. И будет так же в том числе, что и мы сами где-то будем кого-то обижать. И потому Иисус, ставя вот здесь в центр между соблазнами и прощением, Он говорит такой короткой фразой – наблюдайте за собой. Первое, что Он обращает внимание, чтобы мы наблюдали за собой, чтобы мы сами никого не соблазняли, чтобы мы сами не допускали такого, что причиняет боль другим. И вы знаете, я, конечно, как я уже сказал, намного больше переживал в жизни, что меня прощают люди. Меня просил Господь. Меня Бог простил и очистил, и дал мне благословенную жизнь, и всем благословил. И я доволен, потому что Бог есть мое благословение. Но тем не менее, я понимаю, что и мне необходимо прощать. И, кстати, это не значит, что если мы там живем хорошо в семье, с родителями или с женой, дети послушные, их не надо прощать. Их нужно тоже прощать, потому что иногда такое есть понятие, если я люблю, то что же прощать. Но любовь именно и включает в себя что именно? Прощение. Практически кого любишь, того надо и постоянно прощать. Невозможно такого, чтобы ты жил близко с человеком, близко общался, и не пришлось тебе его прощать. Наоборот, надо наблюдать за собой, чтобы постоянно иметь, можно сказать, позицию прощения, быть готовым. Извините, я, может быть, приведу пример, немножко с спортом связанный. Но когда в спорте играешь, в любом виде спорта, нужно быть не просто, знаете, расслабленным, а потом вовремя побежать или стукнуть мяч там, или еще что-то сделать. В волейболе, допустим, необходимо быть в позиции готовности. Немножко присесть, руки в правильном отношении, ты смотришь, тогда ты можешь играть хорошо. Позиция прощения – это наперед быть в таком состоянии, что я готов любить. Кто-то сказал, что пока любишь, пока прощаешь. Вот это вот отношение любви, оно включает в себя прощение. И когда мы наблюдаем за собой, когда мы наблюдаем за своим духом, чтобы он был в любви Господней, чтобы у нас было такое отношение, тогда мы прощаем других. И прощать, братья и сестры, нам приходится много. Очень много. И нас приходится людям прощать очень много. Возьмите любой случай, я так для себя даже иногда просто записываю некоторые моменты. И я посмотрел, значит, иногда можешь даже простые вещи, что-то словами, да, мы говорим, что-то сказал или не сказал, что-то дал или кому-то много чего-то дал. Вот где только кого-то пригласил на день рождения, кого-то забыл пригласить, уже обидел. Уже надо, чтобы тебя прощали. Я как-то даже помню, еще до свадьбы, помню, молодежи общался и думаю так, нужно молиться, нужно искать, чтобы Бог освящал жизнь мою. И думаю, ну я не буду так сильно общаться с другими. И будет меньше проблем, не надо будет сильно прощать кого-то, или чтобы меня прощали. И тут обиды. Почему не общаешься? Почему не позвонил? Уже люди обижаются из-за этого. И вы знаете, люди могут за все, даже обижаются за то, что проповеди проповедовал, и это ты за меня проповедовал. Да я не имел в виду, что за тебя. Но человек из-за этого уже обижается. И надо прощать друг друга, так как написано вза-и-мно. Вза-имно. То есть всем нам необходимо друг друга прощать. И когда мы наблюдаем за собою, то Писание говорит, что будут ситуации, где согрешит против тебя брат твой. И как я сказал, что здесь речь не идет просто о врагах, которых нужно благословлять, которых нужно любить. Это брат твой. И он и брат, он действительно брат. Но он согрешил против тебя. И вы знаете, бывают, конечно, разные обиды, но иногда мы думаем, что простить это ничего не говорить. Это молиться за человека. И продолжать с ним общаться. Но вы знаете, не так оно просто. Потому что если бы время лечило обиды и раны, если бы молчание решало этот вопрос, то, может, так было бы легче. Но Писание говорит здесь в третьем стихе, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Я вот это тоже для себя начинаю размышлять. Не знаю, как, братья и сестры, вы можете сделать этот выговор, но здесь вот необходима большая мудрость. Потому что это не просто нужно выговорить за то, что один кто-то обидел другого со стороны. А это тебя касается. А когда тебя или когда меня касается, то моя проблема, моя боль, она кажется намного больше, чем твоя. Моя обида, моя рана, ситуация, она стоит таким большим вопросом. Ну как ты мог, при всем том, что я был добрым к тебе, при всем том, что никаких не было плохих отношений, или еще, и ты на ровном месте, как говорят, сделал то или другое. И здесь необходима мудрость выговорить. Выговорить. Даже в семье это случается, или же в церкви бывает, люди носят эту обиду, и раз они так думают, там может перестанут приветствоваться или общаться, и оно все уляжется. А внутри-то не выговорил, а внутри не сказал. Я говорю еще раз, здесь, конечно, необходима большая мудрость, но это учение Иисуса Христа. Это сам Иисус сказал, братья, сестры, я верю, супруги, может быть, дети, даже детей нужно учить, когда они каются, просят прощения, один другого ударил, или что-то сказал, какое-то слово плохое. Прости. Мы своих детей учим постоянно. Скажи, за что ты просишь прощения? Мама, прости, что я кричала. Или сестричка, прости, или братик, прости за то, что... Даже интересно, они когда там бывает что-то, повздорят и поссорятся, буквально вчера было, и уже знают, как нужно это делать. Говорит, смотри в глаза. Ну, мы так учим, чтобы не смотрел куда-то там, а чтобы было это действительно настоящее прощение. Говорит, одна, другое, это 4 года и 3 года. Смотри мне в глаза. Да, смотри. Прости. Прости. За что? Ну, то есть, они понимают, что нужно не просто так сказать что-нибудь, или как-то прикрыть, примазать и побежал дальше. Если уж просишь прощения, то надо его просить. Это и есть. Выговорит. То есть, свою боль, свою обиду, скажи, ты знаешь, это было для меня большим, большим неожиданностью, или большим, ну, ударом, как мы говорим, или не... Я, внутри у меня есть такая обида. Ты заметил, что ты сказал? Или если написано, брат твой покается, или скажет, каюсь, то ты ему прости. Прости. И вот это вот именно, я не знаю, вопрос, конечно, всегда возникает, а если он искренне кается или не искренне, да? Мы же хотим сразу проверить. Вот. А искренне кается? Если со слезами кается, то да, значит, надо простить. А если не со слезами кается? Да. И вот как-то мы добиваемся такого, чтобы человек действительно начал говорить. Но надо понять, что и тому человеку непросто. Потому что кто просит прощения, по-настоящему просит прощения, при этом он переживает, что? Стыд. Да? Ну, стыдно, когда просишь прощения, стыдно. И это хорошо. Вот почему, кстати, это другая тема за исповедание. Но почему исповедание, насколько оно, вы знаете, освобождает человека. Потому что, если человек исповедуется, он переживает стыд. Ему стыдно. И это хорошо. В Езекииле 16 глава, 63 или 64 стих написано, что когда Бог простит израильскому народу, да, там, блудница, ну, как пример идет, то он просит тебе, чтобы тебе было стыдно написано, чтобы ты впредь и рта не могла открыть. То есть человек, он действительно переживает стыд, при том, когда его прощают, или когда он просит прощения. И я даже думаю, что и не стоит молиться нам, когда мы хотим, ну, так, помолиться, чтобы научиться легко прощать, вот, или легко просить прощения. Ну, это тоже такой спорный вопрос. Как это легко? Пришел и прости, прости, прости. Мне ничего не стыдно. Это тоже плохо. Когда человек просит прощения, ему стыдно. И тот, кто прощает, непросто. Непросто. Но при этом Писание учит нас, что наша позиция, это нужно простить. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. Как вы думаете, семь раз, это искренно или не искренно? Ну, один раз, да, два раза. Ну, если дети, ну, может, раз, сколько выдержит? Пять раз, да, на день. А потом, на шестой раз, есть такие, даже учат, даже учат, не говори так, вот ты повторяешь, значит, ты не искренен, значит, не надо вообще говорить. Нет, надо. Надо говорить. И Писание не говорит, что за этого брата, который семь раз, а сегодня говорил, там вообще 490 раз, то там вообще точно искренности, там машинально, или я не знаю, как там может быть, это образно даже можно сказать. Но тот, кто прощает, все равно не должен искать и какой-то особой такой искренности, потому что Писание говорит, ты и сам знаешь, сколько раз ты злословил других, да? Вот. Если будешь так строго смотреть за другими, это Екклесиаста написано, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя, ибо сердце твое знает много случаев, не просто знает случаев там бывает, а много знает случаев, когда и сам ты злословил других. А я сейчас добавлю, а сколько мы еще не знаем, сколько мы злословим, ну, или согрешаем, потому что Давид говорит, что есть умышленные, есть неумышленные, и только с годами мы начинаем приходить к нам, о, так это ж я когда был тинейджером, или когда был ребенком, да какой же я вообще был непослушный, а как же меня вообще можно было терпеть и прощать. И вот Писание говорит, а теперь, когда тебе нужно простить, то ты прости. Если будет даже семь раз, то ты прости. И даже, если мы посмотрим Ветхий Завет, Бог израильтян, израильский народ, Он интересно их учил прощать. Это тоже написано в Второзаконе, сегодня уже читалось, в 4 главе, а я с 15 прочитаю, 1 и 2 стих. Бог им так сказал, в седьмой год делай прощение. То есть вопрос стоит, нужно ли прощать по расписанию. И в израильтян было расписание, каждый седьмой год это будем прощать. Есть эмоции, хочется, не хочется прощать, будет год прощения. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или сраба своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Вот нет другого больше основания, иногда, и мы не можем никак по-другому и прощать. Недостоин человек, понятно, и он в долгах перед тобой, я имею ввиду вообще в духовных или в практических долгах. Я помню, мне кто-то в Украине, кому-то я занял, там, не помню даже, 20 гривен или 30 гривен, но для меня это был большой долг. Я уже простил это, но я именно помню, я именно помню эту ситуацию как пример прощения, потому что для меня было удивительно. Я привык, что я занял и отдал, но если не могу сейчас отдать, еще раз попросил, чтобы подождал человек. Но этот человек, он занял, он меня видел дальше, общался со мной и как будто ничего не помнил. А может быть, он и не помнил. Может быть, я... Бывает такое, что люди вот просто забыли, для них это может быть не такие уж большие долги или деньги, или как мы сказали, что-то сказал, для меня это я такого слова не могу слышать, как это всю жизнь я считал, что это оскорбительно, а он говорит, это наш такой язык разговорный в семье. И он обозвал или сказал, и его нужно простить, за долг простить или за что бы то ни было. И Писание говорит, что израильтяне прощали ради Господа. Только ради Господа. Там действительно не было никаких других объяснений или причин, потому что Бог так поставил. А для чего поставил? Чтобы учились. Чтобы учились прощать, чтобы сердца не становились очерствелыми. Поэтому, когда в Ветхом Завете мы видим ситуации, где пришли враги, к Елисею окружили его, и он помолился, чтобы Бог закрыл глаза их, потом приводит их в Самарию, все это вражеское войско. И этот царь, Иорам, по-моему, царь израильский написано, по-моему, Иорам был царь сына Хау. И он говорит, отец мой говорит, не избить ли их? Вот смотрите, позиция в человека мстить. Они же даже ему ничего еще не сделали, не воевали с ним. Но он знает, что это враги, значит, избить их. А Елисей, наоборот, говорит, накорми их. Накорми их, напои. Его была позиция прощать. Он-то уж точно знал, что они пришли не за Иорамом, а за душою его. Правильно? То есть они к нему напрямую, можно сказать, оскорбили его или угрожали ему. И он говорит, не мечом ты, луком своим взял их, накорми, напои, отпусти. И видите, как работает это прощение? И не ходило больше это полчища. Все. Это ж Ветхий Завет, это языческий тот народ. И можно сказать, как они, как в их сердцах, что происходило, что они поняли. Вот человек понял, что его простили. И поэтому, когда Бог говорил, это в Ветхом Завете учил, а потом Иисус повторил в Новом Завете, то тем более мы должны научиться прощать, если даже это, как я говорил, без чувств и эмоций. И можете сказать, братья и сестры, что легко такое говорить, да? А когда прощать нелегко? И я с вами согласен. И я согласен. И апостолы сказали, «Господи, умножь нас в веру». Такое услышать, такое говорить, а потом, чтобы это в практике действительно, дай Господи нам веру. Потому что это своими силами невозможно. И когда человек кается, брат здесь кается, то прости ему. А вот эта вот фраза, вы задавали вопрос, а если не кается? Простить или не простить? Тоже простить. Тоже простить. Ради Господа, Простить. И вы знаете, когда сегодня зачитывались эти места, я сейчас обращусь к ним, еще два места, и мы будем молиться. Но я вспоминаю еще такой момент, это за то, чтобы прощать тех, которых мы видим. И иногда мы осудили их, может быть, это братья или молодежь, которые мы видели, они жили нехорошей жизнью, или в церкви вели себя как-то. Потом мы видим их на сцене, они каются, или, может быть, пропустили собрание и не увидели, когда они покаялись. А смотрим, уже сидят в собрании. И мы, даже не зная всех фактов, а мы в сердце никак не можем простить, даже если это нас не касается. И у меня здесь в Библии, я себе вырезал когда-то с нашей газеты церковной, один небольшой стих. Это, наверное, было еще в 2004, по-моему, году, когда газета именно выходила. Вот. Он мне так понравился. Он всего несколько четверостишек, но я прочитаю его. Называется «Споткнулся брат». Споткнулся брат, упал, с кем не бывает, когда усталость дух одолевает, и с ней бороться не хватает сил. Его не поддержал ты, осудил, и поспешил от дружбы отказаться. Нет, ты не предал друга своего. Ты не достоин, если разобраться, быть настоящим другом для него. Я видел слезы, слышал раскаяние, и как потом Христа благодарил твой бывший брат за милость сострадания, что в тяжкий час Господь ему явил. Споткнулся брат, упал, но, слава Богу, он снова встал на верную дорогу. Господь его простил. Но вот беда, ты не простил, запомнил навсегда. Споткнулся брат, ты с чувством тайной мести его жестоко, громко обличал. Смотри, чтоб сам на том же самом месте не поскользнулся ты и не упал. Наш христианский долг не осуждение. За всех лилась Христа святая кровь для оправдания нашего прощения прощения и заповедал нам Господь любовь. Действительно, когда мы вдумываемся, вот последний этот вопрос, что если брат не просит прощения, или мы не слышали, как он просил прощения, или не видели, или если это именно нас касается, остается единственный только стих или учение Христа, это посмотреть на самого Господа, посмотреть на самого Иисуса Христа, на его прощение и как он простил. И написано в Колоссянам 3.13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Вот эти слова, как Христос, а как прощал Христос, а как он, это все в своей чистой, никогда никого не оскорблявшей душе, как он это все принимал, и как это вот, это же не было просто где-то, знаете, великий, всемогущий Бог, которому так все легко дается. Это был также и человек, который страдал, человек Иисус Христос, Господь Иисус Христос, который не заслужил вообще, он уж точно не заслужил, он уж точно никого сам не должен был простить прощения, но его оскорбляли, и вот как Христос? Я задавал себе этот вопрос, как? Как Христос? И я начинаю читать Писание, пишет Петр в 2 главе 1 Петра, говорит, 19 стих, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Страдая несправедливо, это надо прощать, это же несправедливо, так же, братья, сестры? «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно». И вот интересно, «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Друзья, мы не роботы, мы не просто, знаете, так вот, нас так легко все будет прощать. Сам Иисус Христос, Он, прощая других, Он это предавал все судьи праведному. и мы, не зная ни мотивов всех человеческих, ни всех обстоятельств, ни прошлого этого человека, который нам делает это зло, ни до конца всей ситуации. Иосиф, который прощал братьев, и, кстати, это ему было очень нелегко, там это отдельная проповедь, он только в конце жизни, он сказал братьям своим, что это Бог, это Бог все это сделал. А что он только проходил и в темнице, и в рабстве, сам Бог только знает. Он, это было ему сложно, это было очень непросто. Это душа его написана в железо вошла. Не дай Бог нам все так пережить. Или если кто переживал подобное, это очень сложно. И тем не менее, когда мы смотрим, например, Иисуса Христа, Он предавал все это в руки судьи праведного. Мы не знаем до конца, мы не можем судить, но мы можем простить с таким отношением Господь. Ты видишь этого человека, он не просит прощения. Иногда это гордость, иногда, как я это говорил, я вспоминаю, как Давид иногда, Господи, не вспомяни грехов в юности моей, да, в 24-м Псалме. Почему? Потому что человек, он в таком, в таком высокомерии может быть, в гордости, он думает, что он знает все, он самым близким, своим родителям, любимым, которые его терпят, которые его выращивают, кормят, и он им может так ранить, и тем не менее нужно прощать, нужно прощать, если даже человек не кается, и если не просит прощения, и это не просто, но описано, как Христос, как Христос. Я, друзья, буду заканчивать, но еще прочитаю одно место, и будем молиться. Ефесянам 4,32. Как Бог здесь написано, это тоже очень, очень сильное место. Ефесянам 4,32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, сегодня читалось, прощайте друг друга, как и Бог. И вот дальше вообще интереснейшее, сильнейшее место. Все мы думаем, что Богу так было, легко прощать, и легко мы цитируем места, Бог любящий прощать. Он то любит прощать, но что ему стоило это прощение? Как и Бог во Христе простил вас. Вот где сила прощения. Невозможно, согласен, невозможно это. Иногда это настолько, настолько больше нашего понимания, представления, нам оно все закрывает глаза, нас оно всадит в эту темницу, мы даже просто невозможно не можем увидеть сами, как можно простить такой большой долг или такую обиду. Написано, как и Бог, во Христе. Слава нашему Господу. Он во Христе. Он смотрел и смотрит на жертву Иисуса Христа в первую очередь и видит нас. И когда мы просим прощения, это не просто так, он там, он к нам сбрасывает, вас много людей на земле, этому прощу, прощу, а это маленький вообще грех, легко прощу. Нет, друзья, нет, вот то, что здесь было до этого, раздражение, ярость, гнев и крик, это огромнейший грех против Бога. И Он нас прощает, но во Христе Иисусе. И вот если мы поймем это, если мы, при том, когда имеем эту обиду или что-то в нашем сердце, горечь, и поймем, что только во Христе Иисусе, как и Бог, мы способны простить, тогда мы по-настоящему, я верю, сможем простить и оставить это, и срубить это дерево, как сегодня говорилось, и не вспоминать об этом. Прощайте, и прощены будете написано. И мы молимся, прости нам, как и мы прощаем, долги. И, знаете, еще последнее, я верю, что может быть кому-то это надо. Это последнее, я не буду уже читать, но даже Божье прощение, говоря о том, что Он судья праведный, оно условное. Оно условное. Простил этот царь, десять тысяч, вышел этот слуга, не простил, царь потом взял этого слугу, который не простил, и в темницу, пока не отдаст долг. Так простил Он его или не простил? Вот для размышления. Простил, но с условием, чтобы и тот прощал. И, как я сказал, невозможно нам жить на земле, и чтобы не быть в таких ситуациях, где нам нужно просить прощения или кого-то прощать взаимно во Христе Иисусе. Дай нам, Боже, силы наблюдать за Собою, прощать, если каются, и прощать, если не просят прощения. Господи, помоги нам в этом, помоги мне, и благослови нас всех. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь. О, Боже, Господи, отлично. Аминь. Аминь. Аминь.